Здравствуйте подписчики и гости моего канала. Решил снять видео для любителей экзотики. Вот сосна итальянская, пиния. Покупал 5 семян, из 5 семян 3 штуки взошло. Это пиния из гурзуфа. Вот так вот выглядит. Это сеянцы. Пару штук хочу высадить у себя на участке. Это трахикарпусы взошли из семян этого года. Это бутие. Как видите, особо ничем не отличаются по листикам, но отличия есть. Это у меня гличи. Вот выращено из косточек плодов. Вот эти вот гличи. Вот видите, какие интересные. Есть вот такие более вытянутые листочки. Есть такие более круглые листочки гличи. Здесь, кстати говоря, тоже трахикарпус. Вот смотрите, личик какой с круглыми листочками. Это у меня корделина южная. Также выращивал ее из семян. Это вот бутии. Несколько штук есть. Также по юбеи чилийской сразу скажу. Вот давно мечтал о юбеи чилийской. Вот привезли мне ее. Купил ее. Высадил ее в большую емкость. Она в целлофановом пакете росла. Высадил в большую емкость. Вот в такой, наверное, двадцатку ведро. В хорошую такую покупную землю. Вот. И что я замечаю? Вот эти листики начали погибать. Видите? Начали сохнуть. Не знаю, в чем причина. Возможно, от перелива. Возможно, от недолива. Не знаю. Вчера хорошо полил, потому что подсушенный ком был. И что я заметил? Вот этот листик. Только этот листик был. А вот, смотрите, уже начинает лезть. Вот еще два. И вон там, смотрите, еще вот. Вот. Еще один начинает лезть. То есть он пошел в рост. То есть уже начинает осваивать новый ком. Вот эти детские листочки отомрут. Я их срежу. Вот. Ну, и листочки пошли в рост. Чувствует себя неплохо. Это вот олеандр. Смотрите. Олеандр начинает пускать цветонос. Так. Вот питоспорумы. Питоспорум табира или смолосемянник. Также выращены из семян. Кто-то его выращивает как комнатное растение. Такое довольно эффектное растение. Я же пытаюсь. Хочу его вырастить по дворе. В открытом грунте. Пишут, что где-то до 15 градусов он выдерживает морозы. Вот. Также вот это все корделина южная. Ее надо будет рассаживать все. Сеянцы. В отдельные вот такие горшочки. И получается вот такое вот растение. Трахикарпусы. Несколько штук есть. Пойдут вот в этом году в открытый грунт. Вот. Трахикарпус получен. Хамеропсы. Обратите внимание, какие шикарные у меня уже хамеропсы. Вот так вот они выглядят. Вот. Хамеропсы. Вот этот хамеропс уже такие дает веерные листочки. Вот. Видите, уже здесь веерные пошли. Здесь только вот листья начали делиться. Здесь более крупные, скорее всего, листья будут. Вот. Камелия, пожалуйста. Камелия японская. Тоже из семян. Годовалые. Камели. Это вот собак. Покупал как минор. Долго очень растут. Готен, кстати говоря. Ну вот видно стволик у них. Вот видите внизу. Скорее всего, это собаль пальмета. Все-таки не собаль минор. Вот. Ну, в общем, посмотрим, что будет. Пока как-то так. Вот в Вашингтоне. Сейчас покажу еще. Интересный арбутус. Покажу. Арбутус или земляничное дерево. Это эндемик Крыма. В Крыму много их растет. Вот на улице видно, улитки поели вот эти вот листочки. В доме вот сейчас он начал расти. Несколько штук у меня есть. Также пойдут в открытый грунт. Интересное растение довольно-таки. Ну, думаю, в нашем климате должен расти. Посмотрим, как это будет. Возможно, будет частичное подмерзание. Ну, надеюсь, будет расти. В этом году хочу уже тоже в грунт его высадить. Раукария чилийская. Вот. Осталась одна штука. В пятерке растет. Вчера прям хорошо обильно полил. Потому что пересохший уже ком был до такой степени, что посмотрим, как это будет. Вот одна штука осталась. Сейчас почему-то какая-то дефицитная вещь. Очень тяжело ее найти. Вот. И цены там какие-то космические. За одно семечко 700 рублей. Вот. Это тоже питоспорум и табира. Вот. Очень мелкие семена. Смолосемяник еще по-другому его называют. Приходится, ну, вот так высаживать его сплошняком. Потом пикировать, когда они уже будут большие. Побольше. Вот сейчас уже можно будет весной их пикировать отдельно. Видите, кучками растут у меня. Ну, приходилось высаживать семян. Семена очень мелкие. Многоплодник. Вот это ногоплодник. Тоже семена. Многоплодников несколько штук есть. Тоже пойдут в открытый грунт. Пишут, что чуть ли не до 20 градусов удерживают они. Вот. Ну, буду пробовать. Пишут от седьмой зоны до десятой зоны. Вот они растут. У нас как раз седьмая зона. Надеюсь, что будет все хорошо. Это камелии различные. Вот. Японские. Вот это, по-моему, горная камелия. Да. Вот одна у меня горная камелия. Это вот финиковая пальма. Вот выглядит вот так. Начинает давать очень много перистых листьев. Ну, буду выращивать ее пока вот в этом самом закрытой корневой системе. Ну, буду выносить как вкатки на улицу. Не хочу сильно загубить ее. Возможно, когда будет возможность у меня делать хорошие укрытия, высажу ее в грунт. Пока, ну, сейчас, честно говоря, не до капитальных укрытий с подогревом. Потому что надо покупать маты обогрева. Надо ставить какие-то теплички, какие-то короба сбивать. То есть, ну, сейчас, честно, не до того. Поэтому еще, может быть, год, скорее всего, точно, она порастет у меня в горшке. Пересажу ее в этом году. Ну, наверное, вот такую двадцатку. Может быть, чуть больше будет горшок. Пересажу, потому что, видите, корнями она доходит до дна и начинает отталкиваться. И, грубо говоря, вот висит, видите, на корнях. Вот. Как бы в воздухе. Вот просто на корнях. Поэтому нужно будет ее уже, конечно, пересаживать. Чем пишут во многих источниках, особенно в интернете, что пальмы не любят пересадки. Да, действительно, это так. Но я скажу так, что пальму нужно пересаживать и постоянно ей менять объем. То есть, если вот она росла, допустим, в полулитровом горшке, сразу сажайте в трешку. Не надо сажать в литровушку. Потом, то есть, это часто получается. Где-то пишут, что, вот я читал тоже про пальмы, пишут, что посадили вы в трешку пальму и пять лет не трогаете ее. Ну, пять лет в трешке, но она расти не будет просто. Вот. Пятый год пальмы. Посмотрите, если бы она в трешке была. Разве бы она была бы такой большой? Не была бы. Поэтому необходимо обязательно ее пересаживать. Да, с открытым корнем пальмы пересадки не очень любят. Хотя, там мне пишут, что рахикарпусы покупали с открытым корнем. Почти корней не было. Все прекрасно приживается. Ну, слава богу. Вот. Ну, скажу так, что вот по будьте мне человек привез с открытыми корнями. Вроде все целенько, все небольшие посадил. Ну, гибнут они. Гибнут. Плохо приживаются. Вот. Так что, ну, вот как-то так. Поэтому пальмы лучше покупать и выращивать, и пересаживать с закрытыми корнями. Вот растет в трешке. С трешки сразу должна идти в десятку. По-хорошему. То есть, хотя бы вот в такое ведро. И тогда пару лет можно ее не трогать. Потом она подрастает. У хомерокса можно, в принципе, тут и не трогать. Они еще этот сезон, еще год могут расти в этих горшках. Вот. Но финиковую надо пересадить. А юбею тоже, я думаю, вот пару лет не буду трогать. Она нормально обрастет. Я думаю, уже пойдет в открытый грунт. Вот. Идем дальше. Вот это олеандр. Олеандр в прошлом году свел обильно все лето. Вот. Ну, пока сидит, роста абсолютно никакого не показывает. Вот олеандр, который я хочу выращивать как деревце на штабе. Вот. И полносок вот такой. Вот такой вот. Вот сама начала делиться. И выпустила цветонос. В прошлом году не цвело. В этом году, видите, выпустила вот такой цветонос. И вот уже пошло деление куста на три части. Вот. Раз. Вот. Сейчас покажу. Пишут люди плохо. Я снимаю. Раз. Два. И вот третий. Вот видите. Вот третий побег на три части. Как раз даже верхушку мне не нужно было ломать. Она сама разделилась. Думаю, если будет в один побег опять расти вверх, ну, буду прищитку делать. Но, видите, сам куст разделился. То есть сам хочет расти вот именно в виде деревца. Подвяжу его вертикально вот так. И в виде деревца буду выращивать. Где-то отдельно посажу. Вот. В общем, олеандр будет вот такой вот у меня как бы на штампе. Понятно, что эта часть листвы он скинет. Наверное, может быть в этом году, может, на следующий год скинет эту листву. Листва довольно плотная. Выросшая на улице эта листва. Вот. Сейчас покажу еще по растению. Вот. Это хризолидокарпус. Или арека еще называете. Вот. Пошел хорошо рост. Практически погибшая была. Очень много подсыхало. Ну, вот видите. Пошел. Тоже пересадил. В маленьком горшочке был. Наверное, по девятка был. Вот. Пересадил сразу в пятерку. Сразу на сколько. Мучился, мучился, мучился. Очень много позасыхало. Не знаю, штук, наверное, пять вот таких вот побегов, может, больше засохло. Ну, в общем, в итоге, вот видите. Пошел в рост и начинает давать много этих листвы новой. В общем, чувствует себя нормально. Вот в Вашингтоне. Тоже однолетние саженцы. Хочу их в этом году высадить в открытый грунт. Посмотрим, как это будет. Вот. Это у меня тоже пошла расти левинстона. Это домашняя пальма, но летом выношу ее на улицу. Тоже, видите, погрызли всякие эти гусеницы, улитки. Погрызли эту пальму. Ну, в принципе, на улице растет она довольно неплохо. Поэтому вынесу ее на улицу. Из таких вот растений здесь вот у меня... Сейчас покажу. Бутии. Несколько штук. Сейчас, кстати говоря, унесу, наверное, их на улицу. Унесу на улицу. Пускай на улице стоят. Потому что на улице все-таки влажность. И лучше будет расти здесь. Ну, видите, они что-то чахнут, гибнут. Толку нет. Унесу сейчас на улицу. Корделины у меня есть, которые зимовали на улице. И есть корделины, которые вот оставил, занес в дом. На улице, в принципе, перезимование. Вот еще один личи. Буду присаживать их в трешку чуть попозже. Хочу попробовать поворачивать их в гаточной системе в доме. Вот личи вот такой один есть. Интересный тоже. Есть с узкими листиками, есть с более круглыми. Возможно, мальчик-девочка. Возможно. Вот в такую систему я поставил бисмаркер свою. Бисмаркер что-то вообще не прорастает. Не знаю, в чем причина. У меня один из подписчиков купил бисмаркер семена. Уже два штуки у него проросло. Месяц не прошел. Уже две штуки проросло. У меня они стоят с начала декабря. Сегодня у нас 11 марта. Вот видите, абсолютно нет никакого прироста. Вчера землю поменял в горшке. Полил хорошо. То есть свежую землю насыпал, ну, агрикулу. Насыпал, полил и поставил как в тепличку. Посмотрим, что с этим будет. Уже его и эти орешки, и скарификацию делаю, и этим самым цирконом обрабатывал. И абсолютно роста нет никакого. Вот, как видите, семена все сидят. Ну, пошли трахикар, цифомировцы, вот видите, прорастать начали. Вот их видно. Вот они пошли в рост. Остальное пока все сидит. Цикосы сидят. Вот. Что еще по такой вот декорации? По декорации. Ну, это вот купленный мной цикос. Роста особо никакого не показывает. Пересадил он тоже в литровом горшке был. Пересадил его в пушку, наверное, в пушку или трешку. Пересадил пока вот так. Посмотрю, хочу его в грудь высадить в открытый в этом году. Посмотрю, под него место найду и высажу его в открытый грудь. В открытом грудь, конечно, он будет расти намного лучше. Но под него буду делать укрытие. Ну, цикос укрывать легко. Растение небольшое, высоким сильно не вырастает. Поэтому укрывать его не проблема. По моим араукариям. Вот есть две вот такие хилые араукарии с прошлого года. Не знаю, будет с них толк, не будет. Вот. Это год им. Представьте, вот этим араукариям сидят. Не знаю, вообще абсолютно не растут. Вот. И вон там араукария. Если у вас был опыт поворачивания араукарии, и были вот такие вот хилики. Это почему они такие хилики? У них долго сверху оставалось вот это вот семя. Оставалось вот это семя и убрал. Ну, спустя, скажем так, месяцев семь, наверное, и убрал это семя. Вот. И оно вот так вот сидит, не растет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы справлялись с этим. Выжили у вас такие саженцы, если были или не выжили. Вот именно по араукарии. Вот. Были ли такие хилики? Вот у меня из десяти семян десять штук зашло. Одно я убирал семечко, сломал. Одно почему-то выприло, не знаю. Выприло. Да, уже саженец хороший был, просто сгнил. Я его выкинул, я показывал в видео. Вот. И осталось у меня восемь штук из десяти. Вот из... Вот два штуки. Вот такие вот хилика. Один вот я вам показал. Вот. Остальные у меня пришли клиенты, купили. Они более крупные были, чем этот. Этот такой же мелкий остался. Вот. Ну, его оставил себе, потому что, чтобы его тоже не забрали. Вот. У меня алоэ, кстати говоря, растет. Практически не поливаю. Летом выношу на улицу. На улице прекрасно себя чувствую. Надо, конечно, ему присадить, чтобы больше емкости. Хотя бы в пятерке. Чтобы нормально рос. Потому что сидит, ну, не знаю, в двушки, наверное. Вот. Что еще? Ну, вот. Финик. Королевский, что-то. Финик Джамбо. Год ему. Смотрите. Как вот выглядит. Годовалый финик. И вот годовалый финик. Смотрите, стволик какой тоненький. Вот. И вот. Толстенький какой стволик. Вот. Хочу вот именно с такими толстенькими стволиками финики отбирать. Сортов фиников много у меня. Четыре или пять сортов фиников. Тут у меня. Вот еще финик. Смотрите. Вот пошел в рост. Этот год посмотрю. Наверное, летом они пойдут тоже все в десятки. Так что фиников у меня пальчатых будет много. Вот. Если есть желающие. Могу продать какую-то часть фиников. Часть хочу оставить себе. Даже вот как каточная культура. Вот. Смотрите. Даже для квартиры. Для офиса. Вот. Выглядит вполне неплохо. Это четыре года. Вот. Финик из семян. Вот так вот выглядит. Вот такой тоже стволик. Хороший. Это однолетки. Вот. Где-то три листа. Где-то четыре листа. То есть. Ну вот так вот. Где-то вот так вот. Четыре листа. Где-то вот однолетка. Смотрите. Какой толстенький. Вот. Не знаю. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть листьев. Вот. Шесть листьев. Однолетка тоже. Вот. Кто не разбирается. Конечно. Вот. Финик может перепутать с хомеропсом. С каким-то другим растением. Вот. Вашингтонию сразу ее видно. Вот. Видите. Вашингтоне филифера. Или парусная. Или нитчатая ее называют. В общем. В общем. Вот так вот она. Выглядит. Сразу вот видно. Нитки у нее идут. Это вот из слабеньких таких. Которые вот у меня были. Ну. В принципе растут. Те, которые мощнее я показал. Это такого же возраста. Только. Ну. Чуть слабее растут. Много корделин. Вот. Уже рассаженных. Тоже хочу в открытый грунт их. В этом году не садить. Вот. Вот это вот мощно растет. Вот. Хорошая, хорошая, мощная корделина. Пойдут в открытый грунт. Прямо солнышко высаживаю. Пускай растут. Это будет. Вот. Корделина. Вот. А тут мелочи все порассаживаю. Пока по горшкам. Поэтому. В принципе. На продажу корделина тоже есть. Вот. Если кому нужно. В наличии есть корделина. На продажу. Так. Ну. В принципе. По экзотике вам все показалось. Все что вот у меня есть. Сейчас вот эти бути унесу на улицу. Поставлю. У меня там. Такая импровизированная тепличка. Агроспаном укрытая. Вот. Унесу их туда. Пускай там стоят. Потому что здесь сильно. Пересыхает. Грунт. Приходится чрезмерно поливать. Ну. И. Не очень хорошо. Не себя-то это чувствует. Видите. Листик уже начал. Загибаться. Этот листик еще зелененький. Ну. Вот. То есть. Это сеянцы. Вот. Еще у меня. Бути. Эту бутию пока оставлю здесь. Вот. Сидит. Очень хочу бутию себе вырастить. Чтобы у меня было хотя бы пару пальм бутий. Вот. И бутию хочу себе высадить. И юбейю чилийскую. Ну. Поеду сейчас. В Сочи. Посмотрю. Может быть семян юбейи чилийской. Наеду. Может быть. Каких-то там. Синцы. Где-то куплю. Вот. Юбей чилийская. Очень дорогое растение. Более-менее. Даже вот такого возраста. У кого-то смотрю. Четыре тысячи она стоит. У кого-то там. Пять-шесть тысяч стоит. Вот. Подпишек поехал. Там к женщине купил. У него за две тысячи. Вот такой вот. Юбей чилийский. Давно мечтал. Давно хотел. Вот. В общем. Одна есть. Надеюсь выживет. Надеюсь все будет хорошо. Также вот цикосы есть. Из деток. Они сидят пока так. Пока не. Не роста не дают ничего. Но я думаю что они обрастут. Вот такие вот. То есть ну вот. Как-то так. Луковицами. Это детки. Детки цикоса. В общем. Как-то так. В общем. Поеду в Сочи. Может тоже таких деток. Цикосы где-то наберу. Вот. Поэтому цикосы думаю у меня появятся. Вот еще раз покажу. Сосну. Пинию. Пинию кстати говоря. Один сезон у нас продавали. Копейки стоило что-то 400 рублей что-ли саженец. Ну раза в три крупнее саженец был. Сначала хотел купить. Посадить. Потом думает. И неизвестно как она будет расти у нас. Будет расти. Не будет. Потом пока. Ну прочитал про нее информацию. Оказывается что у нас в принципе. Она может расти. Нормально зимовать. И все такое. Вот. А уже саженцев не было. Уже ездил. Смотрел. По всем питомникам. Не было саженцев. Уже все. Перестали возить. И вот вынужден сейчас выращивать из семян. Ну в любом случае. Вот. Даже из этих трех. Две штуки. Если выживет. Весной хочу их открытый грунт уже посадить. Все в открытом грунте. Я думаю что нормально даст прирост. Створики к зиме одревесневеют. Я думаю что должно перезимовать. Это довольно крупные сосны. Кто не знает. Зонтичные. Орешки у нее крупнее чем кедровые. И в принципе тоже они съедобные. Их тоже употребляют в пищу. Имеют такой смоленистый вкус. Хвойный вкус. Эти орешки. Не как кедровые орешки. Отличаются по вкусу. Ну в общем вот как то так. В Крыму их очень много. Даже на набережной в Крыму можно посмотреть. Там эти шишки висят. Не знаю. По многу лет висят. Вот эти шишки конечно обломать. Оттуда посыграть семена. Но схожесть конечно у этих семян невысокая. Порядка 5% семян имеют схожесть. Вот я изначально покупал семена уже отобранные. Которые тонули в воде и так далее. Ну у девочки. Они дороже стоили изначально. Вот я покупал по моему 5 семян. И купил за 500 рублей. Вот. Ну вот из 5-3 штуки зашло. Вот этот кактус тоже дежурный был. На улице летом. Даже морозы выдерживал до минус 2. Этот кактус выдерживал морозы. Сейчас все больше стало появляться кактусов. Которые зимуют у нас на улице оказывается. В Анапе много кактусов в открытом грунте. Высадили люди. Помимо Апонцы есть еще куча других кактусов. Которые зимуют на улице у нас. Сейчас стали появляться они. Огромное количество кактусов. В Леруа Мерлен можно пойти купить и так далее. То есть люди делают даже прям из кактусов целые композиции. То есть агавы туда сажают. Кактусы вокруг сажают. То есть получается такой кактусятник что ли. Вот. Это тоже купил на распродаже в Раукария. Разнолистная. Вот купил ее в Ашане. Вот. Кстати. Можете посмотреть. Может в Ашане еще они остались. Что-то в районе 800 рублей она стоила. 800 рублей что ли стоила. Сейчас не помню уже цену. Сразу ее посадил в маленьком горшочке. Была наверное вот в таком горшке. Вот она была. Вот в этом горшке наверное она и была. Вот я ее пересадил сразу в трешку. Ну в принципе чувствую себя нормально. У меня была уже одна такая. Пришли люди. Увидели. Продай. Продай. Ну. Что-то за 2 копейки я им отдал. Была такая высокая. Метровая уже была. За 2000 люди забрали. Сейчас конечно жалею что продал ее. Вот купил себе. Сейчас буду. Это для себя я выращиваю. Не на продажу. Чисто для себя выращиваю. Вот. Такое интересное растение. Честно говоря. Вот хочу чтобы у меня такое тоже было. Тоже Араукария. Есть Араукария оказывается много. Есть там и бидвила Араукария. Еще какая-то высочайшая Араукария. Еще короче. В общем их несколько видов. Есть Араукарий. Бразильская Араукария. Чилийская. Ну. Почему-то большинство из нас только знают вот такую разнолистную. И чилийскую Араукарию больше не знают. Вот. Ну. Может бразильскую еще кто-то знает. А на самом деле их еще там несколько видов есть. Конечно. Хотелось бы собрать всю эту коллекцию этих Араукарий. Сейчас что-то в этом году я кинулся. Хотел купить семена разных Араукарий. Тут бидвил они. Потом еще чилийская. Хотел там докупить. Бразильская. В общем не нашел. Все. Их уже нет. Поэтому. Может на следующий год будет. Но в общем буду смотреть. Мониторить рынок. Будет возможность конечно приобрету. В общем. Как-то так. Это вот такой мой маленький экзотический сад растений. Все-таки конечно мечтаю это все высадить в открытый грунт. Ну посмотрим. Пока еще грядки не готовы. Сейчас надо будет конечно и землю привезти. Бетонные дорожки выделить. Чтоб четко каждое растение пошло на свое место. Потому что многие берут растение сажают. Потом 10 раз пересаживают. Не могут определиться где оно будет расти. Ну это честно говоря издевательство над растениями. Растение нужно сразу посадить в его место где оно будет расти. И не трогать его. И пускай оно там растет. Тогда вот растение будет чувствовать себя хорошо. И скажет вам спасибо хорошим таким крепким ростом. И будет радовать вас хорошим приростом. И хорошей зеленой массой. И возможно даже некоторые будут радовать вас цветением. Возможно даже некоторые и плодами. В общем вот так. Это вот относится к хвойным растениям. Для тех кто не знает. Это многоплодник. Или подукарп. К семейству подокарповых относятся. Вот такие длинные. Чем-то напоминает тис. Вот головчатотис у меня есть. Один маленький. Но на улице зимовал. Тоже хочу оставил себе. Тоже буду высаживать. Но не очень помельче. Вот эти хвоинки. Здесь вот видите. Хвоинки прям как листья. Вот такие длинные. Чем-то напоминают листья этого олеандра. Вот. Только более узкие. Видите. В общем тоже хочу их высадить. Это тоже крупные деревья довольно таки бывают. Поэтому нужно высаживать где-то в открытое место. Хотел сначала под окна посадить. Понадобил. Тут рядом фундамент. Там крыша. С крыши постоянно снег падает. Поэтому высажу. Там где новые клумбы делаю. В огороде. Будет высаживаться туда. И арбутусы туда пойдут. И питоспорумы пойдут. Питоспорумы относительно невысокие кустарники. Поэтому их можно будет высаживать даже под крону. Даже не то что можно высаживать. Нужно их высаживать. Под кроны высоких деревьев. Как-то так.